приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты сегодня мы встречаемся за чашечкой кофе сегодняшняя моя чашечка пожалуйста это подарок подписчицы посмотрите какая красота эту чашечку я вам показывала но она прям сегодня мне очень подходит я не могла просто выбрать какую-либо другую чашку поэтому доброе утро мои хорошие все-таки утро замечательное несмотря на то что вчера вечером да и ночью у нас здесь громыхала снова гроза молнии гремела на всю сегодня мне вчера я чуть спокойнее уже реагировала на грозу но все равно конечно напрягает что у нас сегодня с вами за день такой прежде всего 100 дней войны мои хорошие 100 дней войны можно подвести некие итоги к сожалению эти итоги промежуточные как мы видим война на каком-то определенном этапе как я вижу она еще не на последнем этапе к сожалению вот 100 дней войны 100 дней 100 дней 100 дней как будто бы целая вечность прошла как будто бы целая вечность что же мы имеем спустя 100 дней я думаю для каждой страны и для украины и для россии для европы для америки для всего мира да кто как-то причастен к этим событиям свои итоги что же с украиной да вот произошло за это время как я это вижу на огромная трагедия огромная трагедия прежде всего погибли тысячи людей сотни детей сотни 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 детей просто масса людей которые останутся навсегда инвалидами война закончится рано или поздно когда нибудь на но эти люди уже больше не смогут отрастить свои руки ноги понимаете и все будущее это уже будущее человека испорченным здоровьем навсегда так или иначе я уже не говорю о психологической травме изгажена земля украинская изгажена изгажена так что это это просто ужасно потому что даже на освобожденных территориях как вы понимаете полное разминирование полей городов лесов займет десятки лет это вот пройдет 10 20 представляете 50 лет пройдет а вот эти снаряды которые где-то упали в поле уйдут они под землю зарастут они травкой покроются там лишай никами они будут взрываться они будут взрываться еще через 10 20 30 лет 40 50 ведь у нас до сих пор взрываются данным мы находим до сих пор снаряды которые не взорвались ракеты которые не взорвались еще со времен великой отечественной а учитывая что 30 процентов как бы по статистике военной 30 процентов ракет не взрываются и снарядов российских этой великой армии то понимаете на насколько масштаб этой трагедии ужасен то есть будут работать трактора будут взрываться трактора будут ходить по лесам дети а вы же понимаете через год 2 3 5 все это утихнет и все будут жить мирной жизнью и среди этой мирной жизни будут звучать взрывы и будет разрывать детей людей мирно так как за концу каких-нибудь косуль диких кабанов будут среди мирной жизни звучать эти взрывы отголоски этой войны украина на сегодня потеряла снова часть территорий но вы понимаете делать они даже не в территориях это судьбы людей это судьбы людей до тысячи это сотни тысяч людей которых все исковеркала в жизни все исковеркала они жили себе счастливые ну или не счастливы но не занимались своей жизнью строили планы пришла война ради чего освободить их освободить их от их жизни погибают украинцы погибают украинцы погибают не только украинцы погибают люди других национальностей на нашей земле погибают за какую-то дебильную для меня например непонятную идею этого всевластия идею всевластия путин что еще происходит украины катастрофа происходит катастрофу с одной стороны идет объединение нации несомненно с другой стороны все больше растет пропасть 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 между украиной подконтрольной территории украины и украиной но подконтрольной территорией россии между днр лнр это пропасть она растет потому что люди с той стороны вынуждены воевать здесь и покорить шла каких-то там поймать и мистических каких-то там восьмилетних обстрелах это одно а сейчас идет реальная война реальная война и кумовья наши в конце концов одноклассники однокурсники с кем мы в садике на одном горшке сидели по очереди но волей судеб они оказались где-то там луганск донецк они сейчас стреляют в нас они сейчас нас ненавидят а мы естественно ненавидим их потому что ну а мы враги да мы враги эта пропасть она растет с каждым днем как это можно будет все слепить я себе не представляю я не бы я понимаю что это должно быть что каждый метр нужно восстановить нужно объединить я понимаю это головой но я не понимаю это сердцем как это можно будет лепить теперь после всего как это все будет происходить сколько зла сколько всего это невозможно это ужасная трагедия это ужасная трагедия 100 дней 100 дней и сколько всего можно испугать просто изуродов сколько уничтожено инфраструктуры школ садиков больниц конце концов после войны людям нужно будет как-то жить чем после военной разрухи количество беженцев количество беженцев невероятное конечно большая часть большая часть может быть там у нее я не знаю мне процентное соотношение сложно себе представлять но достаточно большая часть останется останется где-то там европе и вы же понимаете это часть я думаю тех людей которые смогут там найти работу которые смогут там найти себе место то есть это не самые знаете такие скажем люди скажем которые готовы жить на пособие это предприимчивые активные это те люди которые бы в украине что-то делали приносили вклад но они будут что-то делать где-то там и приносить вклад развитие еще учета страны не в украине потому что не потому что они предатели а потому что тут им просто не будет для них условия не будут видеть будущего для своих детей не нужно обвинять этих людей они предателя не уехали мы неправильно немножко понимаем сущность страны что такое страна ведь это не люди должны жить для страны а немножко наоборот это государство государство должно существовать во благо людей и когда нам закручиваю до мозги что как бы страна вот здесь на государство государство во главе а уж люди как государство может так вы и живите как вот что вам можем дать что вы и вот этим и радуйтесь и довольствуйтесь то немножко все не так немножко не то государство должно максимально дело для своих людей чтобы они были счастливыми если люди не могут быть счастливыми на этой территории то они имеют право мигрировать всегда была миграция всегда про 40 лет никто же еще не не забыл до чем это все ужасно то что происходит в украине это все это все просто невероятно это нельзя было даже себе представить эти масштабы что вот так решение по сути одного или грубки маньяков может так перевернуть жизнь миллионы миллионов людей такие же итоги для россии для россии а что россия чем россия входила в эти сто дней сильная страна со второй армии мира с которой в принципе считался весь мир считался скажем так боялась в европа брала благополучно принимала вот это вот всякие там подачки от россии потому что денег там валом западная европа очень любит деньги да уж страна мощная да она конечно по окраинам жопа которая это большая жопа работает на этот центр на пуп понимаете обычно пуп работает на жопу а в этой стране жопа вся жопа работает на пуп на центр этот пуп живет себе принципе замечательно пенсионеры московские например получают не такую пенсию как которую где-нибудь там в архангельске понимаете или какой нибудь там я не знаю там твери или еще где-то московские пенсионеры получают московские надбавки например да вот это вот все вот такое то есть для москвичей жизнь принципе удалась чем дальше от москвы тем больше 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 жопа но тем не менее страна мощная страна жирует нефть качается газ качается все еще недра пока еще земля кто-то рожает да что-то такие есть идет мощная торговля кто-то обогащается ну кто-то там живет от зарплаты до зарплаты но в принципе живет дети там как-то там бухают гуляют но они хотя бы живут да вот как то так выживают но гордятся своей родиной вот так это все россия в таком в большом котле в таком до варилась что же что же с россией случилось за эти сто дней из страны с которой считались боялись она превратилась знаете в образ такой сорвавшегося цепи бешеного пса которого в принципе боятся еще потому что не не знаю чего от него ожидать да но он не вызывает никакой симпатии он не вызывает никакой у никакого уважения а он уже просто россия уже просто не рукопожатая иметь какие-либо дела с россией это дурной тон к бешеной собаке близко кто-то не подходит потому что ее слюна может стать источником заражения потому что ты потом сам будешь на карантине сидеть да после вот общения с бешеной собакой ты сам будешь сидеть на карантине и получать прививки от бешенства никто не хочет этих прививок от бешенства россия увеличила в разы количество санкций против нее в разы падает финансовое какое-то состояние благополучие людей десятки тысяч гробов отправлены в россию вот туда в ту жопу которая и кормит этот пуп была там жопа а теперь еще и жопа с гробами дети воспитываются уже маленькими такими знаете нацистскими зомби с буквой z во лбу штампуют маленьких моральных уродцев маленьких маленьких таких они в садике но не уже моральные уродцы психологически устойчивые люди которые в принципе живут без телевизора или могут смотреть это и понимать что это ужас они просто полном ахуя от этого всего либо они бегут из этой страны и соответственно утекают массово мозги если там и было с мозгами не очень последнее время то сейчас там будет просто писец это это огромнейшее утекание мозгов из россии специалистов опять же бешеная миграция соответственно люди с деньгами убегают ну пусть понимаете бюджетникам убежать не за что убегают люди с деньгами которые в этой стране бы платили налоги ведь покупая покупая каждый день что-нибудь вот купил ты пульт ручку да все что угодно там календарь чашку кофе в чашке сахар мы покупаем мы платим налоги за за каждый свой пук мы платим налоги в россии та же история и все это количество налогов соответственно уехала опять же в другую страну разрушение экономики разрушение производства из-за санкций да потому что не будет огромное количество не будет огромного количества каких-то материалов чем россия могла работать до до этого психологическое разрушение людей потому что кто-то превращается в зомби а кто-то в шоке всего происходящего в шоке вы понимаете я же это это тоже без на вот как и в украине без на разрывается эта без на разрывается земля кто-то кто-то остается на пророссийской позиции там днр лнр да и мы здесь и мы уже я не знаю как мы сможем мириться я не понимаю как мы сможем мириться как это будет происходить я не понимаю а там так история не настолько критично но она такая же она такая же там люди чем дольше тем в большим они ужасе и с тем большим ужасе как они будут смотреть своим родственникам в украине в глаза своим родственникам европе в глаза да во всем мире потому что быть русским это клеймо русский это равно убийца это клеймо ставят ну всем обычным людям мы говорим вы убийцы вы вы зомбированы а ведь многие люди просто живут своей жизнью ходят на работу воспитывают детей пытаются воспитывать как-то детей и они просто ничего не понимают а что происходит а что вообще происходит а как жить вот они получают свои там 20000 до зарплаты и охреневают с того что там остается опять на продукты тоже а дождь за коммуналку засадит за школу за то за все там за бензин не за за кредит и останется херня кошельки с этой херни надо жить а тут еще думать за поступки правительства вообще-то им как бы не до этого им бы быть бы живу а тут тебе и ставят штамп еще ты русский ты урок ты моральный урод заслужено ли это да да заслужено вы понимаете если говорить о исторической справедливости туда заслужено потому что мы же говорим да татаро-монгольская иго татаро-монголы все там те иго там те такие то то есть и о людях идет же как по поступкам правительства да мы судим а нации а всей нации никто не будет разбирать каждого по отдельности это уже при личном общении ты разбираешь человека когда ты говоришь в целом издалека ты смотришь на всю там толпу дату они все одна масса конечно уже при личном знакомстве будешь разбираться ты нормальничек ли не нормальный человек но когда ты говоришь взагали вот о людях ты вот из толпы один выходит это ему все равно ты все равно ставишь на него штамп и клеймо и все россияне ходят со штампами на лбу убийца зомби неадекват а кто они кто не да хотя бы мы же понимаем что это абсолютно разные люди абсолютно у каждого своя судьба трагическая судьба зачастую до трагических сто дни уничтожают украину уничтожают россию уничтожают россии ее не делают не сильнее не богаче не счастливее ну россияне скажите мне кто стал счастливее за эти сто дней вот кто-то из вас стал счастливее вот вы счастливее от того что он там хохлов убивают вы сами от этого счастливее или богаче может вы можете в магазине купить в два раза более качественные продукты чем это вы делали раньше за меньшую сумму или вы можете себе позволить более приятный отдых и ваши дети учатся более качественных вузов и вы носите более качественные вещи и вы себя чувствуете более достойными людьми скажите мне где в чем вы приобрели россияне за эти сто дней неужели на чужом несчастье вы построили свое счастье построили его ну нет конечно напишите мне если кто-то стал счастливее напишите я хочу посмотреть только вы свою фотографию как-нибудь там скиньте мне на свою личку какую-нибудь ссылку я посмотрю ваши счастливые глаза мне просто интересно посмотреть счастливые глаза счастливого россиянина который стал счастливее за эти сто дней покажите мне эти глаза такие 100 дней почему потому что кому-то хочется хочется власти всемогущей власти кому-то кто стоит за шаг уже до гроба ему хочется всемогущей власти потому что это маразм полный потому что страной этой россии грёбаной правит маразматик и безумец который стремление к максимальной неограниченной власти уничтожает страны страны и только украину россии уничтожает он разваливает россию он вообще для чего пришел к власти чтобы развалить россию это как горбачёв развалил советский союз следующий после горбачёв будет путин путин который развалит россию такие 100 дней такие 100 дней я не знаю сколько еще дней этой войны нам предстоит пережить не знаю но это 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 что-то это что-то невообразимое понимаете ведь это не закончится этими днями впереди годы годы после военной разрухи и не только в украине и в россии годы после военной разрухи в европе тоже потому что она тоже понесла свои какие-то проблемы свои потери от этой войны там тоже не очень комфортно и они не рады да что тут происходит потому что убытки тоже несут и европейцы я не знаю что там в америке но то что в европе происходит там этой войне никто не рад и и все это прикрывается чем высокими целями уничтожить фашизм которого и нет и не был высокими целями демилитаризации обезоружить соседа чтобы он не напал на россию и в итоге что украина полна оружие оружие нет только у ленивого у любого мужика где-то будет припрятана куча каких-то там автоматов чего там не на танки будут у дедушек где-то запрятаны там на территории где были бои ты я не удивлюсь если через двадцать лет будут там доставать еще из хронов и и бандитские угруппования да и все что угодно будет еще с этим оружием ни хрена себе демилитаризация ничего не попутали нет это безумство это безумство и еще ужасней что мы с этим безумством пытаемся как-то бороться сопротивляться хотя бы ему мы не можем с ним бороться мы можем ему сопротивляться россия же от этого безумства часть людей просто охреневает часть убегает а часть это безумство прославляет Прославляет. И я понимаю, что эти люди такие же безумные. Вот они безумные. Они не могут думать, анализировать. Нет, они просто поддаются вот этому общему гипнозу и находятся в таком же состоянии безумства. Такие итоги. Такие итоги стадней. Я не знаю. Такое вот у меня сегодня настроение, мои хорошие. Да, уж. Хреновое, я бы сказала, настроение у меня сегодня. Ну, окей. Не буду вас заряжать пессимизмом. Не надо пессимиздить. Жизнь продолжается. Сто дней войны, но мы с вами живы, как видите. Мы с вами Украина, как видите. Пьем кофе. Слава Украине, героям слава. Слава нации, пизда Российской Федерации. Прошу прощения за мой французский. Какие сегодня планы? Какие сегодня планы? А планы сегодня отправиться на новую почту. И сегодня я займусь отправкой лотов, которые вы выкупили. И проявив все благородство своей души, и все собранные деньги от аукциона, от продажи этих лотов, уже давно отправились в Харьков. И уже эти деньги отправились к производителям корма. Корм уже успел приехать в Харьков. Харьков уже раздал этот корм собакам и котам Харькова. И животные уже благополучно покушали и получили удовольствие. Поэтому все уже случилось, а лоты никак не дойдут до их хозяев. Они обязательно сегодня отправятся на новую почту и календари, и игрушки. Но это еще не все. Знаете, я задумывалась, как же, как же, что такое что-то хотелось, какой-то приятный сюрприз, что-то такое сделать приятное для вас. Вот. Я думала, 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 какие-то, может, сувенирчики, чтобы такое придумать, да, вот такой, открыточки, может быть, какие-то с пожеланиями. Ну, вот хотелось что-то такое, знаете, вот что-то, частичку души какой-то тоже вам передать вместе с этими лотами. В общем, что я придумала? Ведь эти лоты, они, собственно говоря, часть призового фонда с нашей не случившейся выставки, да, кинологической, вы помните. На эту выставку я готовила еще вот такие призы замечательные. Это настоящие бочонки с медом. Мед натуральный, высшего готунка, между прочим. Виробник, дай бог зрения, фермерское предприятие там, как-то. Подильский район, Одесская область. Подильский район, Одесская область. Вот такие бочонки меда, классные, витковый мед, чудовый. Эти бочонки я покупала, знаете, с какой идеей? Идея была такая. Если участник получает плохую оценку, ну, на выставках кинологических есть оценки вот такие. Отлично, очень хорошо, хорошо, ну, и там уже как бы тоже дисквал, да. Так вот, если какие-то участники получат, например, хорошо или очень хорошо, ну, не получат они отлично, то, скажем, вот, знаете, чтобы таким вот, ну, не грустилось, не было обидно, я предполагала, что для таких участников мы как раз и подарим бочку меда, чтобы это, вот, проигрыш этот, по сути, да, чтобы этот проигрыш был для них всего лишь ложкой дегтя в этой бочке меда. Ну, вот такая была история, знаете, чтобы смягчить, скажем так. Ну, и это же, ну, символичный, да, такой подарок. Вот вам целую бочку меда. Вот. И мед, собственно, ждал, ждал целый ящик, пять таких бочонков. Ждали своих хозяев, которым не очень повезло смягчить, скажем так, да, какое-то там вот их расстройство. Но, как я понимаю, пока дело дойдет до выставки, уже будет новый медовый урожай, да, и, собственно говоря, будет обидно, будет обидно. И тут пришла идея, что эти бочонки меда еще могут сослужить добрую службу. Они смогут стать приятным сюрпризом от меня, подсластить немножечко вашу жизнь тоже, потому что все равно нельзя, нельзя опускать руки, как бы там ни было. Как бы там ни было, нужно держаться. И таким лучиком, лучиком добра, надежды, возможно, немножечко такой ложкой хотя бы меда, хотя бы ложкой меда, чтобы эта бочка меда стала хотя бы ложкой надежды в ваших жизнях. Вместе с лотами, вместе с игрушками, с календарями к вам отправятся по бочоночку вот такого меда. Это будет прекрасное назначение для этих бочонков. И, я думаю, вам будет приятно и полезно, знаете ли, как-никак бочка меда. Да, всегда хозяйству пригодится. Вот, и приятно. И эти подарки сослужат действительно добрую службу, потому что будет обидно, если вот так вот случится. Потому что, что будет с нашей выставкой, я не знаю. Поэтому пришла мне такая идея. Хорошо, что я хоть еще помню, не в полном маразме, какие там у меня призы заготовленные. Я так думала, что можно из этого использовать. Самое рациональное, вот эти бочонки. Поэтому вот такая идея, мои хорошие. Встречайте вместе со своими подарками, лотами, вернее, да, с своими приобретенными лотами, честно приобретенными. Еще и бочонок меда. Самый, что ни на есть, настоящий бочонок меда из Одессы, Одесской области. Такая вот у меня сегодня история, такие новости. Допиваю кофе и отправляюсь на новую почту, так сказать, заканчивать, заканчивать эту историю, да, потому что уже немножко она затягивается. Я вам всем благодарна за ваше внимание, за ваше участие, за то, что вы приходите на канал, слушаете меня, общаетесь со мной, задаете мне вопросы, пишите комментарии. Это все очень, очень трогает меня, правда, и поддерживает. Не только я вас поддерживаю. Поверьте мне, это вы меня тоже поддерживаете на самом деле. Я вам очень благодарна за это и всегда с нетерпением жду нашей новой встречи, всегда с нетерпением жду ваших комментариев. Как вам зашел этот очередной выпуск? Что вы мне напишите? А что вам понравилось? А что вас тронуло? Смогла ли я затронуть какие-то нотки душевные чем-то, да? Или какой-то выпуск получился, ну, неинтересно, что-то я, что-то не то, да? Вот интересно, это очень интересно. Для меня всегда, я с нетерпением жду ваших комментариев. Поэтому, мои хорошие, пожалуйста, если вам несложно, пишите ваши комментарии, ваши впечатления. По возможности, пожалуйста, как-то реагируйте на это видео лайками, либо дизлайками. Подписывайтесь на канал. Видите, канал получает развитие. У меня, получается, еще одна профессия, вдруг, нежданно-негаданно. Ну, так бывает в жизни. Так бывают в жизни. Какие-то неожиданные повороты. Такие, знаете, виражи, я бы сказала. Вот я вместе с вами сейчас в состоянии такого виража. До новых встреч, мои хорошие. До новых встреч. Обязательно с вами увидимся. И у меня есть еще несколько интересных тем, которые мы обсудим, даже, возможно, и сегодня. Да. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok